Воспитанники по карате муниципальной школы «Старт» совсем недавно вернулись в соревновании в Иркутске. На Кубке Байкала они взяли 78 медалей. Сегодня мы приехали к Евгению Сергееву и его команде, чтобы они поделились своими впечатлениями о чемпионатах. У вас соревнования в Иркутске не обошлись без приключений. Вы можете рассказать примерно про ваши впечатления о соревнованиях? Впечатления самые, что ни на есть, положительные. Начиная от начала полета, заканчивая концом полета уже в Владивостоке. В целом все прошло довольно-таки успешно, все прошло довольно-таки спокойно. Сами соревнования, естественно, тоже на отличном уровне. И судейские бригады хорошо отработали, и сами спортсмены, дети себя очень отлично показали. И в этот раз, наверное, за сколько, наверное, уже поездок за 10, сколько мы ездим, может быть, даже больше, мы впервые побывали на Байкале. В общем зачете мы привезли домой в Владивосток 78 медалей. 28 из них золотые. Ничего себе! 35 спортсменов, 78 медалей. Да. Кто-то выиграл 5 медалей, кто-то 4, кто-то 3, кто-то 1, кто-то не смог забраться на пьедестал, но был четвертым. А как каратисты могут взять так много медалей? Все дело в многочисленных категориях карате. Ну, скажем, есть традиционные виды соревнований. Это кота и кумите, где ребята в кота показывают формальные упражнения, а кумите – это обычный бой по правилам. Ну, опять же, кумите делится на дзю кумите, условное кумите и свободный бой. Кота тоже у нас есть два вида. Есть и хара кота стилевые, и традиционный нашего карате, в который для каждой категории возрастные определенные виды программы. Одна из программ – тамишевари. Многие о ней не слышали, но определенно видели. Это разбивание твердых предметов незащищенными частями тела. У нас есть определенный тренажер, как макевара, в которую мы бьем, и он показывает силу удара. На разных соревнованиях также бывают несколько видов программы по тамишевари. Мы можем за минуту набить какое-то количество баллов, мы можем просто показать силу удара. Кота, кумите, тамишевари. Попробуем на себе. Спасибо! Спасибо! Давайте уже все. Что уже как-то даже рука побаливает. Показывай. Вот. В секции царит дисциплина и организованность, однако вместе с этим команда – вторая семья со своими ценностями и правилами. Вы и воспитанник Евгений, но сейчас и тренер. Какие у вас в вашей команде ценности, традиции? Какой у вас девиз вообще? Можно не на камеру? У нас девиз один – сидеть, да? Теперь можно на камеру. Ну, каких-то девизов определенных у нас нет в данном случае. Ценности у нас одни. Гармоничное развитие, чтобы любой ученик, либо ребенок вырос гармонично развитой личностью, как физически, так и духовно, так и интеллектуально в том числе. В ближайшем будущем каратистов муниципальной школы «Старт» ждут краевые состязания, аттестация детей на пояса, а тренеры пройдут повышение квалификации. Желаем нашим каратистам из муниципальной школы «Старт» удачи на следующих соревнованиях. А с вами были Диана Иванова и Денис Фадеев. Будьте на спорте!